А здравствуйте, я красный доктор Бобинов Григорий Вячеславович. Я представляю Фонд Рабочей Академии и Общероссийский профсоюз действия. И меня очень просят рассказать о нормах труда, о которых говорит Скворцова, о 55% и что это такое, о которых говорит Владимир Владимирович Путин, как это к нам относится и как от этого будет зависеть наши заработные платы. Естественно, я все это расскажу. Мне в этом поможет, естественно, эксперты нашего профсоюза действия, эксперты Фонда Рабочей Академии, эксперты Рабочей Партии России. Итак, начнем с норм труда. Давайте послушаем Скворцову. Вот то, что произошло с августа месяца, мы очень благодарны Владимиру Владимировичу, президенту, потому что Владимир Владимирович как раз услышал все посылы необходимые. И мы просили о возврате отраслевой системы оплаты труда, дана команда вернуть сейчас частично, но уже с понятной структурой заработной платы, с понятным распределением стимуляционных выплат за что, компенсационных выплат при каких условиях и так далее. А потом, возможно, вторым шагом с возвращением понятия реально, что такое ставка, какая должна быть нагрузка на одного человека, этих понятий нет с 2004 года и 2005. Поэтому мы будем первой отраслью, которая это себе возвращает. И вот она сообщает, что единственное министерство, это Министерство здравоохранения, возвращает нормирование труда. Что это такое? Оказывается, это все уже есть. Я сейчас в этом ролике покажу вам, как рассчитать норму труда на одну ставку для любого медицинского работника, будь то это врач-стоматолог, будь то это врач-хирург-травматолог, медсестра операционного блока, на примере скорой помощи. Потому что я врач скорой помощи, мне это близко, но поверьте, все такие же приказы, все такие же положения есть по каждой специальности. Итак, для того, чтобы рассчитать, сколько же норма труда, сколько должен вырабатывать медик на ставку на скорой помощи, мне понадобится всего лишь два приказа. Это 388 приказ, это порядок оказания медицинской скорой медицинской помощи и 182 приказ. Итак, одна бригада создается для обслуживания 10 тысяч населения. Об этом все знают, но есть небольшое уточнение. Если обратимся к 182 приказу, там будет понятно, что при радиусе там 50 километров этих бригад должно быть больше, чем одна на 10 тысяч. Соответственно, это все можно уточнить. Конкретный расчет мы будем проводить для города Магнитогорска, потому что сейчас там конкретно идет итальянская забастовка. Люди вступили в прямое взаимодействие. В принципе, сейчас бастует вся Члебинская область. Один из зачагов это город Садка. И мы для них сейчас постараемся рассчитать по нагрузке, сколько они должны обслуживать и сколько они должны получать денег при их нагрузке. Итак, запомнили, да, что одна бригада создается в Магнитогорске на 10 тысяч населения. Затем мы должны обратиться к статистическим данным за последние 5 лет. Ну, можно взять 10, но скажу вам по большому секрету. Если вы откроете всю статистику на всю нашу Россию, то коэффициент обращаемости в России к скорой помощи 0,33-0,36. Что это значит? Это значит, что на тысячу населения обслуживается 330 лиц, либо 360. Вот в таком диапазоне. Когда обслуживается меньше, например, для сельских районов там иногда встречается коэффициент 0,21. Это не говорит о том, что там меньше работает. Это говорит о том, что туда просто никто не доезжает и просто вот наше сельское население в большинстве регионов просто брошено. Вот конкретно для Магнитки, то есть для Магнитогорска этот коэффициент равен 0,342. То есть на тысячу населения в год обслуживается из года в год примерно одно и то же количество. Ну, там вот эта вот цифра колеблется совсем немного. То есть вот сотые процента. Поэтому для Магнитогорска показатель 342 человека на тысячу населения. Из этого несложно посчитать. Если одна бригада обслуживает 10 тысяч населения, а на тысячу обслуживается 342 человека, то в год эта бригада обслуживает 3420 человек. Вот конкретно столько обслуживает одна бригада в год. Соответственно, в день нагрузку, как рассчитать нагрузку в сутки? Надо вот эти вот 3420 разделить на 365. Это конкретно количество суток в году. И мы получим такую цифру, как 9,37. Вот эта нагрузка на одну бригаду в сутки на ставку. Почему на ставку, спросите вы? Ну, потому что мы только что рассчитали, что если одна бригада на 10 тысяч, что в год обслуживается на эту бригаду 3420 вызовов, и в сутки как раз 9,37. И я вам скажу, что есть разница между 9,37 и 10,37. Если это пересчитать на год, то вот этот вот в один вызов, ровно в один вызов, в год выйдет примерно 70-77 вызовов. А это плюс еще одна зарплата в месяц. Непонятно? Давайте зайдем с другой стороны. Объясняю это не первый раз и вижу крайнее удивление на лицах слушателей, что говорят, как это 9,37? У нас такого да в жизни не бывает. Да, у вас такого в жизни не бывает, но давайте попробую зайти с другой стороны. Итак, помните, как пришли к нам в нашу жизнь страховые компании и сказали, ребята, это просто классная вещь. Вы будете больше работать и будете больше зарабатывать. И вот мы больше работаем, а зарабатывать мы больше не зарабатываем. При этом у нас ушло такое понятие, как медицинская помощь, и пришло такое медицинская услуга. То есть вот вы сделали эту услугу, соответственно, получите за эту услугу деньги. И вот вам конкретно, на конкретных примерах, на конкретных документах показывают, что ваша норма на ставку в магнитке, в этой магнитогорске 9,37. Получается, что если вы делаете больше, то вам за это должны доплачивать, о чем говорят страховые компании. Итак, об этом говорит министр здравоохранения, об этом написано во всех приказах. Я рассказал, где взять эти цифры, как посчитать для своего региона. Осталось выяснить, а как же этого добиться. Как сказать, что, ребята, о чем у меня до сих пор в трудовом договоре не прописано, сколько же я должен делать на ставку этих самых услуг медицинских, за которые мне положена вот эта зарплата, о которой говорит Владимир Владимирович Путин в майских указах 2012 года. Что же вы до сих пор не спросили? И я вам отвечу на этот вопрос. Для этого есть коллективный договор. Итак, в коллективном договоре есть положение об оплате труда. Это может быть отдельным приложением, либо в основном тексте коллективного договора. За это надо побороться за себя лично. То есть, собрать коллектив, провести конференцию, вывести вот такое требование. А давайте определимся конкретно в нашем лечебном учреждении, сколько же врач-травматолог и вся его бригада должна принимать на ставку. И если вы принимаете больше, как в большинстве региона нашей страны, что врач принимает просто бесконечно, то конкретно сколько надо доплачивать. Итак, подведем короткие итоги. Если вы находитесь в Магнитогорске и устроились на скорую помощь, то вы должны делать в бригаде 9,37 вызов в среднем за сутки. И за это должны получить свою зарплату на ставку. Как говорит президент, для фельдшера 100% от средней по вашей Челябинской области. Ну и как врач умножить это на 2, то есть 200%. В следующем ролике мы постараемся разобраться, из чего же состоит вообще в принципе зарплата. Это мы рассчитали на ставку, но выясняется, что зарплата может состоять еще из 7 положений. О этих 7 положениях, о этих 7 пунктах мы поговорим в следующем ролике. Подписывайтесь на канал Фонда Рабочей Академии, подписывайтесь на канал Профсоюза Действия, ставьте лайки, задавайте вопросы. На все эти вопросы постараемся ответить с экспертами нашего профсоюза общероссийского и с экспертами Фонда Рабочей Академии. Ну и будьте здоровы! А пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok